Hi there, it's Nastya и моя рубрика HandyHacks. Сегодняшний выпуск посвящается студентам. Поздравляю вас с праздником, желаю вам терпения, академических успехов и много веселья. А говорить мы сегодня будем вот о чем. Стоит ли подаваться в учителя, если ты все еще студент? Мы уже поднимали эту тему в предыдущих выпусках и моя позиция однозначно да. Но тут возникает вопрос, действительно ли работодатели и родители готовы сотрудничать с преподавателями, у которых еще нет дипломов? Мой личный опыт показывает, что да. И вот пять причин, почему. Первая причина – это ты. На самом деле у молодых преподавателей есть огромное преимущество. Они в теме последних трендов. Новинок в науке мимологии, в сериалах. И про ведьмака разговор поддержат, и в тиктоке на тебя подпишутся. Который, кстати, сейчас очень популярен, так что скачивай. И ты тоже скачивай. Короче говоря, молодые учителя разговаривают на одном языке с учениками младше себя. Но при этом их трендовость, энергия и такой необычный взгляд на мир очень интересен взрослым студентам. Как эдакая диковинка. Окно в новый мир. Вторая причина. Студенты – это молодое поколение будущих учителей. У них, с одной стороны, нет опыта, но именно это позволяет им открыто смотреть на методику, а не придерживаться старых советских стандартов. Они легко осваивают последние тенденции, которые актуальны для современных реалий. У них нет устоявшихся шаблонов, преподавательских привычек. Более того, они очень часто осознают недостаток своей экспертности, что и двигает их к поиску новых знаний и навыков в этой сфере. Кстати, в Скайсич для студентов есть крутая опция – бесплатная стажировка. Она подойдет тем, кто хорошо знает язык, но не уверен в своих силах. Или у кого нет преподавательского опыта. Вам расскажут о методике ведения уроков, ответят на все вопросы, а также предоставят практику. По окончании каждому участнику выдают сертификат. Чтобы записаться на стажировку, проходите по ссылке прямо под этим видео. В-третьих, студенты сами учатся. Они совсем недавно были школьниками и не понаслышке знают, что такое ЕГЭ, репетиторы, переходный возраст и все остальные прелести школьной жизни. You know, they can certainly relate. Поэтому ученики-школьники так тянутся именно к молодым преподавателям. К людям, которые сами только что прошли все то, что им сейчас предстоит пройти. Number four. Легкость и энергичность. Учителя-студенты находятся только в начале своей карьеры. Они быстро адаптируются в новом коллективе, выполняют требования начальства, внимательно относятся к пожеланиям обучающихся или их родителей. Легкость в общении, подвижность, адаптивность – все это как никому свойственно молодежи. В рабочей среде такой подход продуктивен. Особенно, если это касается вопроса диджитализации, использования ИКТ. Ну, вы поняли. А теперь about English. Многие студенты переживают, что у них недостаточно высокий уровень владения языком, чтобы его преподавать. Мне на полном серьезе пишут люди, что B2 им недостаточно. Так вот, вы, друзья мои, просто не видели других преподавателей. Может быть, в плане методики они асы, но владение языком и произношение нередко страдают. Студентов отличает обучаемость. Все это прекрасно понимают. Если у вас сейчас уровень B2, то вы серьезно думаете, что вы ничего не сможете дать ученикам на уровне A1? И что через несколько лет вы все еще будете на своем уровне? Работайте над своим английским. И одновременно с этим делитесь знаниями. Это окей. Продолжая тему обучаемости, я хочу рассказать свой пример. Я начала репетиторствовать в 11 классе. У меня было 4 ученика. 4, 5, 6 и, на секундочку, 9 класс. И реально был хороший результат по итогам года. На работу я вышла на первом курсе, хотя, конечно, мой уровень владения языком тогда и сейчас, это просто небо и земля. Тем не менее, результат был. Никто, нанимая молодых студентов, не ждет от них proficiency. Если вы горите этим делом, получаете от него удовольствие и готовы работать над собой, то вы обязательно зарядите энтузиазмом всех вокруг. И это самое главное. Привить любовь к языку и научить учиться. И все такие, да, спасибо, мам. Так что, если вы студент и сомневаетесь, возьмут ли вас на работу и стоит ли вообще что-то пытаться искать, то, надеюсь, я развеяла ваши сомнения. У меня был выпуск, где я рассказывала о своем опыте совмещения учебы и преподавания. Рекомендую почитать комментарии к нему, потому что там опытные и начинающие преподаватели делятся своими какими-то инсайтами. Это очень интересно. Очень интересно, когда люди дискутируют насчет того, надо ли сразу начинать преподавать или сначала надо все-таки подкачать методику. Спойлер. Все говорят, что чем раньше начнете, тем лучше. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Sky Teach, жмите на колокольчик и stay tuned. Bye. Как некоторая дико... эдакая... о, эдакая, надо сказать. Как универен. То же самое. Научить, учиться, научить, учиться. Все вместе научились. Ставьте колокольчик. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты, третья – это все твои слова. Нет, 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 нам только первая строчка нужна. Все, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok